Здравствуйте! Меня зовут Ирина Воронец, я сотрудница экоцентра Воробьёва Горы. И сегодня мы продолжаем интересный мастер-класс из серии «Вторая жизнь вещей». Мы сегодня будем с вами мастерить из подручных средств, из бумаги и салфеток, открытку своими руками. Я надеюсь, что вам будет интересно. И такой открыткой можно поздравить любимых людей или, например, кого-нибудь 5 июня в День эколога. Для нашего мастер-класса понадобятся салфетки, самые обычные, самые дешёвые. Вы видите, на столе разноцветные. Я буду выбирать сейчас голубой цвет, чтобы открытка была яркая. Дальше нам понадобится клей-карандаш, степлер, ножницы, карандаш и линейка и лист А4 любой плотной бумаги. Итак, начинаем заготовки нашей открытки. Берём лист А4 и отмеряем с помощью карандаша и линейки 14 сантиметров. Мне кажется, такой размер будет гармоничен для нашего цветка. Я вот это уже сделала. Получается, после того, как мы её вырежем, вот такой прямоугольник. После того, как мы с вами сделали заготовку, кто-то, может быть, возьмёт 15 сантиметров или 16, попробуйте. Далее мы её сгибаем. Получается вот такая заготовочка и временно откладываем. Потом берём салфетку. Она у нас уже сложена в такой квадрат, но я её складываю пополам, разглаживаю, ещё раз складываю, и у нас получается вот такой квадрат. Далее беру степлер и посередине зажимаю нашу будущую заготовку цветка. И делаю вот так. Получилась вот такая вот фигура. Квадрат, а в середине мы её степлером зажали. И так срезаем сгибы. Далее я вырезаю из этого квадрата круг. Получается вот такая интересная фигура. А после, я думаю, цветок будет наш очень красив, если мы немножечко придадим ему волнистость. То есть я вот здесь, сейчас края, буду обрезать волнистой, делать волнистой линию. Придерживайте цветок, чтобы вы обрезали все будущие лепестки. А кто-то, может быть, скажет, что это будет напоминать облако. Если не ровно получилось, ничего страшного, потому что это цветок. Получилась вот такая интересная фигура волнистая. Что я делаю дальше? Кладу наш цветочек. И теперь каждый лепесток я вот так вот осторожно, нежно отсоединяю. И вот так вот нежно зажимаю. Вот так получается. И теперь каждый лепесточек поднимаю и нежно прижимаю к серединке. Так я буду делать до конца. Тогда цветок будет пышным и красивым. Будьте, пожалуйста, осторожны, аккуратны, потому что это салфетка, она может рваться. Внизу можно покрепче прижимать наш цветочек, лепесточек к сердцевине. Посмотрите, цветок приобретает форму. Осталось еще немножко. Вы можете его делать более пышным, как вам хочется. У меня осталось еще три лепесточка. И цветочек будет готов. В конце я его осторожненько прижимаю и расправляю, чтобы он был больше похож на настоящий цветок. Посмотрите, вот он. Получился цветок. Мы его откладываем, потому что нам нужно еще сделать листочки. Итак, у нас с вами готова заготовка открытки, сам цветок, но нужны еще листики. У меня нету зеленой салфетки, и я буду делать листочки такого же цвета. Для этого я беру ровно такую же салфетку, нахожу, где есть сгиб, проверяю. Вот он. И дальше отрезаю вот такую небольшую полосочку, где-то 2 сантиметра, 2,5 сантиметра. И режу она пополам. Сгиб у меня вот здесь, с левой стороны. И дальше я ножницами смело режу вот такой вот полукруг, чтобы получился листочек. Разворачиваю его осторожно. Получается вот такая фигура. И мы с вами видим, что это будущая заготовка для листочка. Но чтобы его сделать настоящим листочком, похожим на настоящий листочком, я держу его в левой руке, а вправо держу кончик. И беру, и просто нежно и осторожно вот так вот прижимаю кончик листовой пластинки. Леплю буквально из салфетки листочек. И вот он получается. У меня осталась еще часть. Я проверяю, что сгиб с этой стороны. И также ножницами делаю полукруг, чтобы получился листочек. Вот он. Снова держу за кончик листа будущего в левой руке, а в правой вот так вот сжимаю салфеточку. Прижимаю и леплю листочек. Я хочу, чтобы у меня было три листочка, поэтому из салфетки, которыми осталось, я сделаю сейчас третий листок. Для этого беру и делаю сгиб. Снова обрезаю. Проверяю, что сгиб с этой стороны. И вырезаю полукруг. Снова держу лепесточек в руках. И вот так вот и немножечко закручиваю, прижимаю. Итак, три листочка готовы. Далее мы с вами берем открытку. И приблизительно располагаем, как будет наш цветочек размещаться. Я думаю, вот так. Сейчас я вам разверну, чтобы вы видели. Мне кажется, достаточно гармонично. Ну а далее мы с вами берем клей. И приклеиваем наш прекрасный цветок. Начну я, пожалуй, с листиков. Можно взять другой клей. Например, ПВА. Но мне больше нравится клей-карандаш, потому что он не течет, не оставляет никаких следов на заготовке открытки. Проверяем, гармонично ли. Гармонично. И дальше помещаем еще один листочек. Прижимаем. И закрепляем нашу чудесную розу. Мы ее можем так расправить. Так. И посмотрите, наша чудесная открытка готова. Надеюсь, что наш мастер-класс вам понравился. И вы будете мастерить прекрасные открытки своими руками. И дарить их любимым и близким людям. В том числе на такие праздники, как 5 июня, День эколога. Желаю вам успеха. С вами была Ирина Таранец из экоцентра Воробьева горы.